Приветствую вас. Ситуация, которую вы описали, довольно запутанная, потому что вы не написали в своем рассказе некоторых важных, на мой взгляд, моментов. Я сейчас не буду, наверное, концентрироваться именно на них, на этих моментах, потому что, мне кажется, это не имеет такого смысла. Я бы хотел сконцентрироваться сейчас немножечко на другом. А именно, мне бы хотелось, чтобы вы постарались ответить себе вот на какой вопрос. Вот вы говорите о том, что ваш мужчина, ну вот, как вам сказали про него, что он сам был другой. И что вы поверили ему. Поверили, что вы поверили, что он был другой. И вопрос заключается в том, так был ли он все-таки другой или нет. Это вот, на самом деле, такой основной прямо вопрос. Что-то вы поверили, это понятно. Но почему поверили? Были ли какие-то для этого оставания? Были ли какие-то для этого предпосылки? Может быть, у вас какие-то были проблемы? Может быть, у вас уже тогда были какие-то рассогласия, споры, ссоры и так далее. Ну, всякое может быть. Тем не менее, определить этот момент надо. Амузор очень важно. Очень важно. Этот момент. Вот это, собственно, первое, о чем я хотел бы вам сказать. Первое. Первое, но не главное. Первое, но не главное. А что главное? Спросите вы. Да? Что главное? А главное, на мой взгляд, здесь то, что если у вас есть к человеку определенные чувства, если у вас есть к человеку, значит, эмоции, если у вас есть к человеку, там, я не знаю, до сих пор желание, до сих пор есть влечение, там, стремление и так далее и так далее, да, то вопрос возникает. А что же вас останавливает тогда вдовух, чтобы быть с ним? Ну вот, может быть, вы боитесь чего-то, может быть, вы опасаетесь чего-то, ведь понимаете, это только вам известно, только вы знаете и об этом не нужно забывать. Я думаю, что если у вас действительно такая ситуация, что ваш мужчина вас не удовлетворяет, если ваш мужчина не дает вам, ну, того, чего вы хотите, если отец ребенка действительно не любим их вами, то и как бы находиться с ним в одной в отношениях, это значит, по сути это дело, сколько вредить себе, вот. И здесь, здесь, ситуация, она в том и заключается, чтобы вы сами для себя определили, чего вы хотите и что вам мешает. Ну вот, я имею ввиду, чего вы хотите, да, и что стоит на пути к этому, да, что стоит на пути к тому, чтобы быть счастливой, например, вам, чтобы жить в свое удовольствие, например, и так далее. Это вот, на мой взгляд, очень важный момент, чтобы вы сами для себя вот данный аспект как раз и выделили, да, вот. Это, собственно, то главное, что я хотел вам сказать. Значит, и, соответственно, если ситуация такова, что мужчина действительно готов вас принять, с ребенком, ну, простите, я не вижу в чем проблема тогда вашего выбора. То есть проблема заключается именно в том, что вы не знаете, что делать, а что вас удерживает-то. Удерживает-то вас что, собственно говоря, знаете, вот что важно, что вас удерживает от того, чтобы быть этим человеком. Потому что, ну, совершенно очевидно, что вы хотите быть вместе. Ну, если я вот правильно вас понял, да. Вот, совершенно очевидно, что вы наделали оба ошибок, которые, ну, в общем, в детстве мог наделать кто угодно. Вот, в детстве и в подростковом возрасте. Вот, сейчас студент, вы, может быть, боитесь чего-то, может быть, там, опасаетесь чего-то, может быть, вам, ну, вообще что-то страшно, что-то. Вот, вот, и так далее. Ну, вот, с этим нужно совсем, в любом случае разграться. Потому что вот так вот, исходя из того, что вы написали, можно говорить о, ведь знаю, о малом, к сожалению, количестве информации. Потому что, ну, недостаточно этой информации, недостаточно. Вот. Вы, если хотите, чтобы у вас все получили, получили силы, да. Вы, если хотите, чтобы у вас все было нормально, вот. Ну, соответственно, нужно тогда, и, я думаю, ну, делать что-то. Какие-то усилия предполагать для того, чтобы все получилось. А так, если вы делать ничего не хотите, например, или ждете, что все за вас решит, что это, знаете, не совсем правильная позиция. К сожалению. Вот. Поэтому здесь мне представляется необходимым вам сказать, что нужно, чтобы вы поняли для себя, чего конкретно вы боитесь, что конкретно вам мешает, может быть, что конкретно вас смущает, и именно при наличии, скажем так, возможности быть с ним. И вот это, вот это, вот это, мне кажется, центральный вопрос, на который вам нужно ответить. И если ответите на него, а также увидите, например, поменялся ваш мужчина, не поменялся ли ваш мужчина, стал ли он другим, не стал ли он другим, понял ли он какие-то вещи, не понял ли он ничего. Если вы, если вы вот это все для себя увидите, то, я полагаю, проблем у вас будет куда меньше, и вы сможете лучше, скажем так, принять решение. Но давайте будем честны, да, давайте будем честны, и скажем так, Так, значит, скажем так, если вы сами по себе чего-то боитесь, вот какого, если вас останавливают, или если вы, например, допустим, не готовы жить с ним, с мужчиной, да, вот, не готовы, если вы, например, если вы не готовы Идти на такой шаг, то тогда я полагаю, что вам действительно с ним еще не стоит сходиться, а вам нужно просто-напросто еще подождать Правда, я здесь не очень понимаю, чего именно дать вы могли бы, чего именно дать вы можете в данном случае, потому что, ну, очевидно совершенно, что человека вы можете потерять, если будете тянуть время, вот, Ну, это уже решать только вам. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, мой ответ. Надеюсь, что он вам помог, надеюсь, что он прояснил для вас какие-то определенные моменты, вот. Совершенно очевидно, что вам необходимо консультироваться с психологом для того, чтобы лучше понять себя, чтобы лучше разобраться в ситуации, потому что пока вообще ситуация ясна, довольно-таки с трудом, вот, и как у вас обстоят дела, конкретно как обстоят дела, А в чем проблема именно, да, вот, какая у вас проблема именно, что мешает вам с человеком в отношения вступить как таковые, вот. Все вот это вот на данный момент вообще не понятно. И я надеюсь, что это вы все сможете разрешить на самом-то деле. Если будете над этим работать, если будете с этим разбираться, если будете смотреть, если будете анализировать, если будете расти, как бы, вот, Если будете двигаться в сторону, скажем так, лучшего понимания себя, тогда у вас все получше получится, и вы сможете, наконец, решить для себя этот вопрос. Ну, а я, если смогу, вам с радостью помогу. Желаю всего доброго, удачи, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете волку лучшим. Всего доброго.